Мы сегодня имеем с вами такой вот важный очень праздник, как уже Олег очень хорошо сказал, праздник, когда человек встречается с Творцом. И знаете, обычно, традиционно, служение на Йом-Кипур, оно проходит очень спокойно, очень спокойно. То есть это не то служение, когда люди очень сильно веселятся или когда люди очень сильно так, вот знаете, как бы ликуют, вот скажем так. Почему? Потому что это связано с самой сутью праздника. Если вы придете в синагогу, вы увидите, что люди там одеты во все белое, они очень просто одеты, и они как бы смиряют свое сердце, они опускают свои глаза. Потому что в течение этих десяти дней между Рош-Хашана и Йом-Кипуром человек готовится как бы к приговору Божьего суда. Считается, что именно в этот период между Рош-Хашана и Йом-Кипуром был сотворен человек и весь существующий мир. Вот так вот, что вот примерно в этот период было все сделано. Поэтому человек в этот период размышляет о своем положении перед Богом. И это очень интересно, потому что когда мы размышляем о том, что вот мы, а вот он, мы начинаем замечать, что на самом деле его образ, его сущность, она намного, ну как бы, белее, скажем так, да? Она намного выше, она намного чище, чем наша с вами жизнь. И нам хочется, если мы по-настоящему об этом размышляем, хочется просто замереть и просто подождать. Вот вы встречали когда-нибудь таких очень, может быть, знаменитых или влиятельных людей, да? Или вот там вот, например, какой-то там министр мимо вас проходил, да? И вам нужно где-то остановиться и пропустить этого человека, да? Просто замереть и подождать. Почему? Потому что некто важный проходит. И точно так же в этот период Бог, Он проходит в стане народа, и ты понимаешь, что все твои, как бы, как это так сказать по-простому, все твои понты, они заканчиваются, да? Заканчиваются. Потому что приходит великий Бог в своем величии, и ты понимаешь, что ты можешь быть умным где-нибудь там у себя на кухне и рассказывать о том, как устроен этот мир, но когда ты встречаешься с Творцом, ты понимаешь, что надо помолчать. Вот самое умное, что можно сделать во всей этой истории, это помолчать смиренно, тихонечко встать в сторону. Эти дни очень сильно похожи на дни ожидания приговора суда. Если вы когда-нибудь попадали в какие-то сложные обстоятельства в вашей жизни, например, не дай Бог, если у вас был когда-то суд, и вы ожидали приговора, скажите, это беспокоит, правда? Или, может быть, даже если это был не суд, но вы ожидали какого-то очень важного решения, очень-очень-очень важного решения, когда вы просто ходили и просто, ну, как бы, вот что-то было в вашем сердце. Это наподобие того, что, знаете, например, вы узнали, что, возможно, вы больны какой-то серьезной болезнью, смертельной болезнью, да, вы сдали анализы, и вам сказали 10 дней между Рош-Хашана и Йом-Кипуром, вот 10 дней делается этот анализ. И вы ходите, и вы, как бы, размышляете о том, что произойдет, когда вы получите результат. Правда? Страшно. Ну, вы понимаете, что если с одной стороны скажут, что ты здоров, ты скажешь «Аллилуйя», да? Но с другой стороны, ты понимаешь, что если скажут «Ты болен», нет лекарства от этой болезни, и ты умрешь. Страшно и печально. И вот это состояние, оно похоже вот на этот период, когда еврейский народ, он размышляет, что же будет? Буду ли я иметь от Бога благословение? Будет ли он доволен моей жизнью? Скажет ли он, ну, как бы, «Живи, я благословляю», или он скажет «Остановись, я забираю тебя, остановись, я заканчиваю твою жизнь здесь на земле». Мы все понимаем, что рано или поздно этот конец, он придет, правда? Мы хотели бы, чтобы позже. Мы хотели бы, чтобы спокойно. Мы хотели бы, чтобы это было в радость нам, ну, знаете так, полной жизнью, спокойно, и ушел человек. Чтобы вот пришел мир. И мы хотели бы такого конца. Итак, именно в этот момент, в Йом-Кипур, происходит, как бы, такое вот решение Божьего суда. Бог зачитывает это решение. Поэтому евреи встречают друг друга и говорят, «Заверши суд хорошей печатью, да? Да будешь ты запечатан на добрый и хороший год». Иными словами, да будет у тебя хороший анализ, хороший вот приговор суда, чтобы ты ушел и этот год жил спокойно. Через год будешь переиздавать. А там посмотрим, да? И снова. То есть, смотрите, цикличность, годовая цикличность, она дает возможность не забывать, кто есть Бог. Кто есть человек, откуда он взят, как он сотворен. Она дает возможность не поднимать свой нос слишком высоко. И книга Левит, 23 глава, 27-28 стих говорит так. «А в десятый день седьмого месяца, или Тишрей, день искупления, будет у вас святое собрание. Изнурите постом души ваши и принесите Всевышнему жертву всесожжение. И никакой работы не делайте в течение всего этого дня, потому что это день искупления». Если ты ждешь такого важного анализа или там ждешь приговора суда, какая работа, правда? Ты будешь ходить с утра мимо этого здания и ожидать. Ты будешь первым в очереди, чтобы узнать. Ты, может быть, будешь как бы тем, кто будет участвовать с самого начала. И Бог говорит, вы не делайте работу и спаститесь. То есть смирите свое сердце. Не приходите борзо перед мое лицо. Вы должны прийти кротко перед моим лицом. Мне не интересует то, как вы выглядите, ну, ваша красота, да, пускай ваше сердце будет смиренным. То, что говорил Олег, ваше сердце, пускай оно стремится к взаимоотношениям со мной. Мне это важно. Мне это важно. Я хочу, чтобы вы сегодня смиряли себя. И очень интересно, что еврейская традиция рассказывает, что когда Моисей был на горе Синай, вы помните, да, он получил скрижали, он получил скрижали, он возвращается с горы, и он видит, как еврейский народ отступил, сделав золотого тельца. 40 дней понадобилось того дела, правда? 40 дней, столько шли, столько всего было. Это так похоже на человеческую природу. Мы, когда приходим к завету с Господом, после водного погружения, например, когда всем известно, что мы стали верующими людьми, иногда мы говорим себе, я не буду грешить, я буду такой, я буду сякой. И ты смотришь, даже 40 дней не прошло, правда? И ты смотришь, как будто старый человек вернулся, как будто он снова начинает делать какие-то гадости, снова что-то такое происходит. Точно так же было с еврейским народом. 40 дней Моисей возвращается в сердцах, он их ругает, разбивает эти скрижали, уничтожает этого тельца, делает, ну просто вот, вот сердце его разорвано, он пришел с присутствия Божьего, и он возвращается обратно. Когда он возвращается обратно, мы знаем, что Всевышний дает вторую, и вторые скрижали. И именно в этот день, традиция говорит, что именно в этот день, Йом-Кипур, Бог простил еврейский народ второй раз. Именно тогда был прощен еврейский народ, вот тогда были дарованы вторые скрижали. Не символично ли, правда? Именно тогда Бог, Он обращается к Моисею, говорит, я простил евреев по твоему слову. И очень часто в еврейских молитвах упоминается это, что я простил по твоему слову. То есть ты молился за этот народ, и я их простил. И те заповеди, которые я даю вновь, это символ этого прощения. Бог как бы посмотрел на жизнь еврейского народа, говорит, я дам им еще шанс. Но это не простой будет шанс. Это шанс, который будет означать все равно ответственность. Вы должны смотреть на эти заповеди. Вы должны читать книгу закона. Вы должны исполнять ее. И тогда следующий год не будет для вас большим потрясением. Итак, судный день. День Йом-Кипура. Это день, когда Всевышний завершает суд над каждым человеком. И мы понимаем, что когда мы приходим на какой-либо суд, мы стараемся улучшить наши показатели. Правда? Мы стараемся рассказать о себе нечто хорошее. Мы стараемся показать, что на самом деле мы не достойны такого ужасного какого-то наказания. Посмотрите, мы здесь сделали то, здесь сделали то. Еврейская традиция говорит о том, что для того, чтобы улучшить, скажем так, свои показатели, для того, чтобы найти благоволение Божье, для человека необходимо три пути. Это путь искреннего раскаяния или путь шувы. То есть человеку необходимо раскаяться в том, что он делал. И это путь. То есть подразумевается процесс. Нельзя говорить о том, что я вот раскаялся, все, ну как бы изменилось. Ты просто сейчас сказал слова раскаяния. Дальше должны быть поступки раскаяния. А дальше должны быть привычки, которые показывают твою благочестивую жизнь. Поэтому само по себе раскаяние – это путь, путь шувы. Должна быть молитва или тфила. Ты должен говорить с Богом о том, что происходит в твоей жизни, и ты должен говорить с Богом о мире вокруг тебя. То есть ты должен говорить как за себя, но также ты должен говорить за своих ближних, за свой народ, как Моисей ходаталствовал за еврейский народ. И также третий путь, который предлагает еврейский мир, это благотворительность. То есть дока. Сделай нечто хорошее для ближнего. Сделай что-то, что было бы выражением твоего, как бы твоей милости к другому человеку, к такому же, как ты, может быть, более там, например, бедному или более несчастному. И, в общем-то, на сегодняшний момент, как бы с точки зрения иудаизма, ну так, если просто говорить, на этом заканчиваются моменты такие вот, связанные с Йомкипуром. И забывается, вот здесь как бы самое интересное – моменты, связанные с жертвоприношениями. Почему это сложность для современного иудаизма? Потому что, в общем-то, храма нет, правда? Нет того места, куда можно было бы принести жертвоприношение какого-нибудь козленка, да? Нет того места, куда мог бы войти священник. Да и священниками у нас сложно сейчас, правда? Именно из колена Левия, из рода Аарона, все как положено. То есть, иными словами, мы сталкиваемся с серьезной дилеммой. Еврейский народ решает это, ну, как бы по традиции просто. Мудрецы постановили о том, что трех этих путей достаточно и достаточно. Ну, значит, так и будем делать, и все нормально. Мудрецы у нас научены, и они ученые люди, веками изучают Талмуды и все остальное, поэтому будем им доверять. Но если мы смотрим в Писание, мы видим, что без жертвы невозможно искупление. Без жертвы невозможно решить вопросы внутренние, которые соединяют тебя с Богом. Ты можешь быть хорошим человеком, ты можешь молиться, ты можешь давать сдаку, ты можешь, как бы, открывать свое сердце перед Богом, но тебе необходима жертва. Кто-то должен умереть, кто-то должен войти во святых. Ча-то кровь должна пролиться во святом святых. И здесь самое время вспомнить о храмовом служении. Я хотел бы, чтобы мы немножко поговорили об этом. Мы помним из Писания о том, что храм в Иерусалиме стоял вообще вот очень красивым таким сооружением на горе Мария. И вся вот торжественность этого дня, вот Йом-Кипура, сосредотачивалась вокруг храма. Это было центральное место, куда были обращены все взоры всех евреев, которые почитали Бога Всевышнего. Именно в этот день. Это был единственный день в году, когда первосвященник, и только он, входил в самое святое место этого храма. Святое святых. Там, где находился ковчег, там, где находились скрижали, там, где находилось выраженное Божье присутствие. Выраженное Божье присутствие. И он приносил жертвы. Там, в этом месте он приносил жертвы за грехи неведения народа. За все те грехи, которые народ сделал по неведению. То есть, иными словами, мы знаем о грехах, о которых мы грешим. Да, мы знаем, например, что там, например, ругаться – это грех, да, или воровать – это грех. Мы можем покаяться, потому что мы, нарушая эти заповеди, мы четко понимаем, о чем идет речь. Но есть грехи, которые мы делаем неосознанно. Когда мы кого-то обижаем, и мы даже не поняли об этом, когда мы что-то произвели в своей жизни, мы даже не осознали. И еврейский народ, он также за эти грехи неведения приносил жертвы перед Богом. Потому что всякий грех – это грех. Знаешь ты о нем или не знаешь, тебе необходимо очищение, тебе необходимо прощение. Итак, после гибели Надава и Авиуда, мы помним, что это сильно потрясло вообще еврейский народ, вообще, ну, как бы то, что происходило. Кем были эти люди? Это были сыновья Аарона, которые вошли во святое святых, не будучи в должном состоянии. То есть нельзя было просто так войти во святое святых, знаете, из любопытства посмотреть, или как-то там что-то вот просто там, знаете. Помните эту историю, когда филистимляне забрали ковчег у еврейского народа? Помните, да? Филистимляне так намучились этим ковчегом, потому что это был вообще чемодан без ручки. Они не знали, куда его поставить. Люди болели, люди гибли. Они решили отдать его обратно. Решили отдать еврейский народ, только заберут его и сами себе там, вот как бы, что будет, то будет. То есть они понимали, даже неверующие люди, они понимали, что с Богом не шутят. И вы знаете, что филистимляне вот поняли, но когда мы читаем о том истории, я не помню точно мест Писания, сейчас говорю по памяти. Помните, когда евреи забрали ковчег, они очень сильно обрадовались. Они принесли жертвы, но там написано, что в тот день умерло, если я не ошибаюсь, 52 тысячи человек. Израильтян. Знаете за что? За то, что заглядывали в ковчег. Понимаете, да? Какая тупость. Ну вот просто. Они так сильно радовались и любопытство взяло вверх. 52 тысячи человек. Вы представляете, что это было? Я не представляю. Это горы трупов. Горы трупов. Люди, которые всего лишь любопытство проявили, полезя туда, где вообще это не место. Не место. И представьте себе целую историю, которая связана с этим ковчегом. И вот он там находится, в этом святом месте. И туда должен войти первосвященник. Вот поставьте себя на его место. А? Вот поставьте. Вот вы родились в первосвященнической семье. Вы оказались еще и мужчиной ко всему. То есть вам точно туда придется войти. Вы здоровый, красивый, молодой. Вас учат всю жизнь. И вы понимаете, что придет такой момент, когда всякие теоретические вопросы, они закончатся. И вам необходимо будет войти во святое святых для того, чтобы поклониться Богу. И вы вспоминаете эти 52 тысячи, которые там, знаете, что... Как ты будешь туда входить? На цыпочках, правда? Так постучишь и спросишь, там есть кто-нибудь? А там никого нет. Можно я пойду домой? Так не будет, потому что весь народ вокруг тебя ждет. Выйдешь ты оттуда живой или не выйдешь. Представляете, да? Выбрали одного посланца и послали его занести жертву во святое святых. Страшно. Итак, всякий, кто нарушал эти законы, всякий, кто приближался к Богу, не будучи достаточно очищенным, не будучи в должном состоянии, те люди погибали просто. Не было разъяснительных бесед, не было первое китайское предупреждение, второе китайское предупреждение. Погибали. Я вот реально читал эту историю с филистимлянами, я думаю, боже ты мой, ну что, нельзя было хотя бы 10 человек, чтобы умерло, да? Когда-то Оза, он просто поправил ковчег, который хотел упасть, и все перепугались так, что одного хватило Озы. Все перепугались, быстренько занесли его и начали себя готовить в должное состояние. 52 тысячи человек. Бог-бог ревнитель. Бог-бог, ну как бы с ним можно, понимаете, играть в шутки, так как можно так условно сказать, да, в течение какого-то периода времени. Но есть моменты, когда Бог проявляет себя со своей властью, он ни перед кем не отчитывается, он никому ничего не объясняет, он просто творит то, что считает необходимым. Он просто ссылается на то предыдущее слово, которое он говорил. Я говорил, что те, кто приближается ко мне, они должны быть освящены, они должны быть вот такие, поэтому извиняйте. Даже не извиняйте, вот, получайте. Вы имеете то, что вы хотели. Я вам говорил, не делайте так. Мы иногда думаем о том, что можно с ним поиграть, о том, что существование ада, существование озера Огненного, это какой-то такой образ, какой-то там, но не про нас. Послушайте, про нас может быть, это может быть про мир вокруг нас, если мы будем относиться к этому небрежно, почему нет? Итак, осознавая всю ответственность, первосвященник, он должен был приготовить себя, и это было очень сильно в его интересах, очень сильно. Он должен был приготовить ради себя, чтобы не умереть, но также ради народа, которого он представлял. То есть этот человек, он представлял интересы всего народа израильского. И подготовка начиналась за семь дней. Все это время первосвященник не выходил за дворов храма, то есть он находился в храме, он должен был быть сосредоточен на том, что ему предстоит. И традиция говорит, что в ночь перед Йом-Кипуром он вообще даже не спал. Ему читали книги из Ездры, из Даниила, из Иоа. То есть человек, он должен был смирить свое сердце, он должен быть в правильном положении. И первое, что он делал, он приносил жертву за себя и за свою семью. То есть первое, что сделал священник, он принес жертву за себя и с этого начиналось служение в Йом-Кипур. Когда священник ходил в святое святых, он должен был войти туда в очень простой белой льняной одежде. Ничего из того, что было ему предписано для служения, не могло на нем находиться. А мы помним, что там было все в порядке, правда? Там был золотой нагрудник с кучей драгоценных камней. Я не знаю, сколько это весело и сколько это вообще стоило, но мы понимаем, что безумно дорого. Там была специальная одежда, тканая золотом. То есть он выглядел в обычное время, не в Йом-Кипур, он выглядел очень классно. Но во время Йом-Кипура туда входил простой человек в простой, самой обычной льняной одежде. Белой. Той одежде, которая символизировала бы святость, символизировала бы чистоту. И написано, Левитам 16,4. «Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное добудет на теле его. И льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело своей водою и надевает их». Белые одежды — это очень символичный образ. Если мы читаем в Писании, мы видим, что неоднократно Библия возвращает нас к этому образу. Белые чистые одежды. Символ чистоты, символ отделенности, символ того, что если посмотреть на меня, никакое пятно не спрячется. Мы иногда покупаем вещи. Когда мы покупаем вещи, например, на осень, на зиму, мы стараемся выбирать что-то потемнее. Почему? Потому что болото вокруг нас. Потому что если что-то капнет, то не будет так сразу видно. Но когда мы говорим о белых вещах, мы говорим, что это приключение в нашей жизни. Правда? Потому что очень сложно ходить в белой одежде. Очень легко ее запачкать. И здесь белое, все белое, льняное, оно показывало о том, что это все простое из земли, и это светлое, это то, что отражает Божью сущность, символизирует Божью сущность. И книга Откровения, например, она говорит в 7 главе 13-15 стихе следующее. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облаченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» И сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Мы видим связь между тем первосвященническим действием, которое делал первосвященник, и теми святыми, которые пришли от великой скорби. То есть теми, кто пережил нечто особое, теми, кто посвятили свою жизнь на служение Богу. Мы видим, что их одежды таким образом через жертву Ишуа, Мессии, приобретают белый цвет, они убеляются. И таким образом они могут находиться в присутствии Божьем, и Бог будет обитать не среди них, а здесь написано «И Бог будет обитать в них». То есть не священник входит в храм, а Бог входит в жизнь человека и обитает в жизни человека. Итак, требованием Йом-Кипура являлось для священника также очищение семьи через принесение жертвы. И мы знаем, что священники, вообще-то отдельная семья в клане левитов была, да, они имели особые предписания, они не могли жениться на ком им бы хотелось, да, даже в колене левее, они не могли просто так делать что-то, они не могли приходить на похороны даже к своим близким. То есть нечто особое, особое ожидание от Бога. И в тот момент, когда первосвященник, такой особый человек, возлагал руки на жертву в храме, он исповедовал свои грехи и просил прощения за семейство священников, за семейство Коэнов. И за свои грехи и грехи священников он приносил жертву Тельца, а за грехи народа одного из козлов. И эти козлы, это очень интересная такая вообще история с этими козлами. Мы говорим, как это в украинском языке есть, цап видбувайло, да? Есть такое слово? Это про них, козел отпущения, видбувайло. И мы иногда говорим, что вы меня делаете козлом отпущения во всей этой истории. То есть вот о каких козлах, собственно говоря, мы и говорим. Итак, было два козла, которые приводили к первосвященнику. За свои грехи и за священников он приносил теленка, возлагал руки на них. Но за народ он приносил жертву козла. И написано, Левит 16 глава 8 стих. И бросит Аарон о обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. Можно сказать о том, что в принципе повезло тому, кого отпустили. Правда? А не того, кого принесли в жертву. Но не все так просто. Итак, того козла, которому выпал жребий, выпасть, быть для Господа, священник приносил в жертву. И его кровью, именно его кровью, он брал кровь, он заходил в святое святых, и он окроплял ковчег и все, что там находилось. Его кровью, этого козла. То есть он вносил ее в святое святых. Каждый раз, когда священник входил за завесу в храме, а завеса была неким особым таким местом, мы представляем, я не знаю, как вы, но я представлял в детстве завесу, как какая-то такая тюль, которая отделяет, знаете, вот, или шторка такая, которая отделяла одно вот место. Вот иногда мы делаем в наших домах такое, что мы делим комнату на две части, да? Вот здесь там, например, если у нас нет много места, где жить, мы можем разделить для наших детей комнату на две части. И такой тюлью такой какой-то, или шторой какой-то. Но завеса в храме, она была совершенно другая. Она была тканая, и она была очень толстая. Говорят, что ширина завесы была около 20 сантиметров, такой вот типа войлочной ткани. 20 сантиметров. Вы просто представьте, она была, ну, чтобы ее подвинуть, нужно была целая команда мужчин. Понимаете, да? То есть ее нужно было, ну, как дверь отодвинуть, что ли. И он входил каким-то образом за эту завесу. Она разделяла святое место от святое святых. И там вот стоял ковчег. И мы понимаем, что Бог мог и не принять жертву. Бог вообще, вы знаете, что Он не обязан принимать наши жертвы. Иногда у нас есть такое заблуждение. Боже, я тебе даю, теперь ты мне должен. Никому Он ничего не должен. Вы не купите Господа, вы не можете дать Ему больше, чем у Него есть, потому что все, что есть в этом мире, принадлежит Ему. Он говорит в Исаии то, что Олег читал. Если бы я захотел покушать, что, я бы попросил у вас, чтобы вы мне тельца принесли? Он говорит, это смешно. Все это мое. Вы приносите жертвы таким образом, что я как бы должен. Я ничем вам не должен. Вы должны смирить свое сердце. Вы должны в правильном состоянии прийти ко мне. И тогда я вас приму. И тогда, если ваши одежды будут красными, от нечистоты, если они будут вот такие вот загрязненные, я их как волну убелю. Снова мы видим белый цвет, снова мы видим одежду, снова Бог говорит об этих вещах, ссылаясь на связь с Йом-Кипуром. Итак, Бог мог не принять жертву из-за недостаточной святости самого первосвященника. То есть человек, он пришел просто неподготовленный. И Бог мог не принять жертву из-за неподготовленности или недостаточного освящения народа, который стоял вокруг храма, который находился где-то там у себя, в домах, например. Поэтому в этот день у храма скапливалась огромная толпа людей, народа, которая ожидала, в общем-то, чем это все закончится. И знаете, как можно было узнать, приняли жертву или не приняли? Вышел ли священник живой или не вышел? Вот представьте, вы заходите, а все ждут, умрешь ты или не умрешь. Если священник умирал, его вытаскивали за веревку, которую привязывали перед этим за ногу. Представляете, да? У него были, ну, как бы, вот, я не знаю, может, они стояли, слушали, вот он упал или там не шевелится. Колокольчики — хорошее дело, правда? Но только это был для одной хитон. Ну, как бы, не совсем. Итак, если жертва не принималась, священник мог умереть. Его просто вытаскивали со святого святых. Он покрапил. Что делали со вторым козлом? Этот козел назывался козлом отпущения. Тоже интересное такое, вот, вообще, ну, как бы, выражение. Козел отпущения. Мы говорим, что его отпускали. Но если мы посмотрим в иврит, там написано «Ла Азазель», или, иными словами, «козел для Азазеля». В оригинале написано. То есть этот козел, он принадлежал какой-то личности, какому-то Азазелю. И если мы посмотрим, то, например, в различных апокрифах упоминается этот Азазель и является образом сатаны. Козел для сатаны. То есть тот, кто отпускался, тот, кто отдавался нечистому. И это мы понимаем, да, кто, ну, о ком, собственно говоря, речь у Люцифери. И когда отпускали этого козла, то есть его не совсем просто, вот так, знаете, вот он вышел с храма, ему дали под зад, и он пошел, отпустили. Абсолютно нет. Был специальный человек, который брал этого козла и отводил его в пустыню. Там он приводил его на место, там, где была скала, и он свергал его вниз. То есть он бросал его вниз, и тот козел разбивался и умирал. Таким вот именно свержением это было. То есть, иными словами, умирали оба. Один для искупления грехов, второй жертва для Азазеля. И интересно, что книга Откровения, 20 глава, 10 стих говорит о том, что «Дьявол, прильчавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков». Это свержение козла символизирует собой победу, искупление над сатаной, над демоническими силами. Это свержение, оно символизирует то, как сатан, он был свергнут с неба, свергнут от Божьего присутствия на землю. И оно символизирует то, что произойдет в полноте своей в конце времен, когда он будет брошен в озеро огненное. То есть, когда придет полное искупление, когда придет полный конец, полная победа. Как бросали этого козла, так будет брошен враг душ человеческих. Во всех этих моментах, что относительно козла искупления или относительно сатаны, используются одни и те же слова «бросать», «кидать», «низвергать». То есть, идет об одном и том же процессе. Итак, мы знаем, что когда Талмуд нам рассказывает из еврейской истории, мы знаем, что когда стоял ковчег в храме, это отражалось вообще на самом храме. Например, происходили различные чудеса. Говорят о том, что мы понимаем, что много людей приносило жертв, тысячи жертв приносились в храме. Вы представляете, какой смрад должен был бы там стоять, сколько мух и вообще сколько вот это все происходило. Ну, это же кровь, это же мясо, это Израиль, это 50 плюс градусов жары. То есть, это все портится, как-то это все происходило. Из одних моментов чудес, которые Бог творил, например, там не было мух, там не было этого смрада. То есть, Бог просто не давал этого. Вот так это происходило. Точно так же были чудеса, которые были связаны именно с этими двумя козлами, а конкретно с козлом, которого отпускали. Когда его выводили, после того, как он уже был, ну, выбрали его, да, когда его выводили в пустыню, собирались вывезти, к его рогам привязывался кусок красной шерсти, то есть, привязывалась красная нитка. И когда уже выводили его за двор храма, один из священников, он снимал эту нитку с его рогов, и он разрисал ее на две части. Одну половинку он вешал на входом храма, возле входа храма, а вторую они снова привязывали к его рогам. И когда отпускали его, или иными словами, свергали его со скалы, козел этот умирал, все смотрели на ту часть нитки, которая оставалась там, в храме, на косяках, смотрели. И если жертва была принята Господом, если все происходило соответственно, как и нужно было, эта нитка, она меняла свой цвет, она становилась белой. Это одно из чудес, которые описывает Талмуд. Также завеса в храме, она была не просто завесой, но еврейская традиция рассказывает о том, что от нее исходило особое мерцание. То есть, она была, ну как бы, ну я не знаю, как это выглядело, но что-то, вот какой-то особый свет, вот как бы светилась она. Что интересно, мы находим нечто подобное в Исаии, первая глава, 18 стих, когда Исаия говорит, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. То есть, мы видим, что нитка, которая была красная, да, она убелялась. То, о чем здесь говорит Исаия. Итак, и Талмуд, и Иосиф Флавий, и Филон Александрийский — это люди, которые жили в тот период, когда, скажем так, был при жизни Ишуа, и они, ну не совсем, они жили позже, но, тем не менее, они как бы были максимально близки к тем событиям. Они свидетельствуют о том, очень интересное вот как бы свидетельство из Талмуда. Вообще странно, что оно дошло до наших дней, что в один год жертва принималась, и лоскут шерсти становился белым, а в другой жертва не оставалась, и эта нитка оставалась красным. То есть, во время того, когда Ишуа был живой, не каждый год через раз происходило убеление или неубеление. То есть, как будто система давала сбой, что-то происходило не так. Но после 30-го года, после того, как Ишуа был распят и воскрес, нитка перестала менять свой цвет. Она оставалась красной. И всех это очень сильно беспокоило, потому что это было знамением того, что жертва не принималась. Это было знамением того, что то, что происходило там, на Йом-Кипур, оно не работало так, как должно было работать. Это сильно беспокоило. А также тот свет, который исходил от этой завесы, он перестал исходить. То есть, чудеса, которые сопровождали храм, сопровождали святой и святых, они перестали происходить после смерти и воскрешения Ишуа. Еще раз говорю, странное такое упоминание, потому что было бы логично его где-нибудь так затереть в веках, чтобы мы не могли на него ссылаться. Но тем не менее, эти факты, они дошли на нас, и дошли для нас, являются действительно свидетельством. Итак, когда мы помним историю, когда Ишуа был распят, вы помните, что произошло в Иерусалиме? Нечто особое. Написано, что завеса в храме разорвалась надвое. Это было такое невероятное событие, потому что, как мы уже с вами говорили, завеса была очень толк. Ее не просто разорвать было невозможно, ее разрезать надо было еще поуметь. Ну, то есть, как бы, это очень сложно было бы. Но Бог показывает этим действием через знамение нити о том, что жертва не принимается, через разорванную завесу о том, что человек теперь имеет доступ, не только первосвященник, не только один раз в год, но каждый человек имеет доступ к Богу Всесильному для того, чтобы иметь взаимоотношения с Ним. То есть, Бог как бы говорит о тех вещах, о которых мы читали с вами из книги Откровения, о том, что придет момент, когда я вселюсь в этих людей, в тех, кто почитает меня, и они станут моим храмом. Я переселюсь из этого явного места обитания в Иерусалиме, и я буду частью их жизни, я буду тем, кому они смогут служить. Итак, когда мы читаем о пророческом значении этого праздника, мы можем увидеть в послании к евреям в 9-10 главах там очень много написано, кем Ешуа стал для нас, что он сделал и что произошло. И давайте посмотрим евреям 9-11-14. Там написано следующее. «Но Мессия, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшую скинью, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинную». Смотрите, он вошел во святое святых, он стал этим первосвященником, который зашел и вышел живым. Он покропил своей кровью там в середине и сделав всех людей, которые ожидают этого искупления, способными приходить в присутствие Божие. Он стал этим уникальным первосвященником, который был совершенно свят, который принес жертву искупления, который в конечном итоге второго, вот того, знаете, козла, которого отпустят в пустыню, он свергнет в озеро Огненное. Он стал спасителем и искупителем для нас с вами. И написано, что если тогда кровь тельцов она делала освященными, делала святыми, в чистые одежды облекала тех людей, которые уповали на нее, то тем более, тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу живому и истинному. Исайя, 53 глава, 6 стих, говоря о Ишуа, он говорит так, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Бог возложил грехи всего человечества на голову Ишуа, принеся его жертву. И он, как написано в 10 главе Еврея, в 14 стихе, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Поэтому, дорогие друзья, Йом-Кипур для нас это очень важный день. Это день, когда мы можем приходить к Богу в смирении, мы должны приходить к Богу в смирении. Это день, когда мы должны благодарить. Я хочу вам сказать одну важную вещь. Наш приговор хороший. Наш приговор хороший. Мы, те люди, которые примирились с Господом, которые вошли в заветные отношения с Ним, имеем уже на сегодняшний момент результат этого суда. Бог говорит, я принял тебя, я убелил тебя, ты являешься моим человеком, я хочу, чтобы ты вошел в мое присутствие, а я войду в твою жизнь, буду обитать в твоей жизни и в твоей семье. Поэтому, знаете что, самое правильное в этот день будет иметь сердце благодарное, иметь сердце смиренное, благословить Господа, к чему я сейчас вас и призываю. Давайте мы вместе помолимся о том, чтобы Бог помог нам осознавать всю глубину этого праздника, осознавать всю глубину этого действия, относиться к этому ответственно, относиться к этому с почтением и с глубоким уважением. Потому что един посредник между Богом и человеком это Ишуа, Мессия. И он дал нам такую возможность, дал нам такую привилегию находиться в Божьем присутствии. Боже, мы благословляем Твое имя, мы благодарим Тебя. Мы благодарны Тебе, Господи, что мы, некогда бывший далекий, Господь, стали близки к Тебе кровью Христа. Боже, никто из нас не заслужил. Никто из нас не заслужил на одобрение от Тебя. Но все это дано милостью Божией, все это дано через Твое прощение. Ты стал нашим козлом отпущения. Ты стал тем, кто, Боже, пролил кровь во святом святых там на небе, Господь. Ты стал тем, кто привел нас в взаимоотношения с Отцом. И мы благодарны Тебе, мы, Господь, почитаем Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господь, и мы благодарим Тебя за все, за все, за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Господь, я прошу, чтобы каждый человек сейчас, Господь, имел вот эту вот благодарность, выражая ее через молитву, через поклонение, через сдоку, через добрые дела, а также через Божьи взаимоотношения с Тобою, Господь. Мы, Господи, просто люди. Даже ляные одежды – это то, что Ты нам даешь. Мы просто люди, Господь. Если Ты нам не поможешь, мы и сами не справимся. Мы Тебя благодарим, мы поклоняемся Тебе и говорим, Ты наша основа, Ты наша защита, Ты наш Царь, и в Тебе мы находим наше упование и нашу помощь, Господь. Спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо за Твою благодать и милость. Во имя Ишуа Мессия.